Что вы порекомендуете человеку, находящемуся в невероятной депрессии? Займитесь уборкой или перестановкой вещей. Таким способом я регулярно борюсь со своей депрессией, так как уборка и перестановки в моей комнате дают мне чувство свежести и новизны в моей жизни. Как бы это банально не звучало, но обязательно обратитесь к специалисту. Если вы постоянно плачете и не хотите жить, нужно идти к специалисту. Он разберется, что с вами происходит на самом деле. Может оказаться, что у вас не депрессия, а, например, тревожное расстройство, и назначит соответствующее лечение. Много лет подряд я слышала со всех сторон «Сделай что-то со своим лицом». Уже и не вспомню, когда грусть, упадок, силы, паническое чувство тревоги по утрам вошли в мою жизнь. Наверное, давно, потому что на приеме у врача я не смогла четко ответить, когда все началось. Если вы чувствуете себя подавленными хотя бы две недели подряд, это уже тревожный симптом. Моя подавленность делась годами. Я не могла спокойно гулять, общаться, работать. Меня что-то терзало изнутри, а я не понимала, что. Это и было основной проблемой. Когда меня спрашивали «Что с тобой?», я отвечала «Мне плохо». Когда уточняли, где болит или что именно плохо, я говорила «Не знаю». Объективно, в моей жизни не было чего-то совсем ужасного. И все же я постоянно о чем-то переживала, меня часто тошнило, а ночами казалось, что по комнате кто-то ходит. Рекомендации от окружающих людей были разные. Сходи в больницу, посмотри жуткую документалку, почитай истории людей, переживших потери. Но я не понимала, почему мне должно стать лучше от того, что кому-то плохо, и посмотрела на совет под другим углом. Как лично я могу помочь тем, кому тяжело? Перевести деньги на благотворительность, приютить больного кота, оплатить покупки старушке – это мелочи, но они помогают чувствовать себя чуть менее бесполезным в этом мире. Забота об этом маленьком больном котенке действительно помогла мне не сорваться, вытащила из тоски и жалости к себе. Я завел привычку обязательно чистить зубы по утрам. Я сделал это своим обязательством. Чищу зубы и больше ни к чему себя не обязываю. Могу хоть весь день валяться на кровати и думать о том, какой я бестолковый неудачник. Но обычно после чистки мне начинало казаться, что я могу сделать сегодня еще что-нибудь. Со временем я стал прибавлять к чистке зубов другие крошечные обязанности. И если после них у меня не было ни на что сил, я не корил себя за то, что ничего не сделал за день. Хочу прояснить, что я говорю не о том, чтобы водить себя за нос, представляя, что день был продуктивным. Я говорю о том, что принимаю плохие дни и даю себе разрешение делать абсолютный минимум в эти дни. А завтра? Завтра снова почищу зубы и может быть сделаю больше. Как говорится, завтрашний день это первый день в твоей оставшейся жизни. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на Ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. У меня похожий метод, только я не одно какое-то действие делаю ежедневно, а разное. Потому что одно и то же мне наскучивает и я начинаю думать, а в чем смысл? Поэтому я составил маленький пронумерованный список дел. Каждое утро я бросаю кубики, чтобы узнать свою обязанность на сегодня. Важное уточнение. Если вы бросаете кубик в надежде, что выпадет 6, но выпадает 4, делайте задание под номером 6. Познакомьтесь с вашей проблемой поближе. Есть достаточное количество книг и интернет-ресурсов, которые излагают проверенную передовую информацию о видах депрессии, ее течении и симптомах. Тщательное изучение вопроса поможет вам лучше понимать поведение близкого человека и не принимать его негативные выпады или истерики на свой счет. От депрессии я избавляюсь на время от установленных мной уже правил. Не хочется мыть посуду? Не мою. Не хочется стирать белье? Не стираю. Главное иметь много чистой посуды и чистых трусов. Лень стоять в душе? Принимаю ванну. Когда мне становится лучше, я снова мою посуду и стираю белье. Главное пережить период депрессии и не чувствовать вину за то, что я вот посуду мыть не хочу и страдаю, а дети в Африке голодают. Чтобы хорошо себя чувствовать и иметь отличное настроение, необходимо правильно питаться. Растительная пища гораздо лучше усваивается, чем животное. После ее употребления в организме остается намного меньше токсичных веществ, чем когда вы увлекаетесь мясом. Продукты быстрого приготовления, такие как всевозможные хот-доги, биг-маки, курочки-гриль – это настоящая отрава для нашего организма. В исследовании Гарвардской медицинской школы говорится, что регулярные медитации помогают справиться со стрессом и тревогой. Я честно смотрела видео на ютуб, читала книги дзен-мастеров и сидела в позе полу-лотоса, пытаясь ментально слиться со вселенной. Меня хватало на 5 минут, а потом мозг начинал коварно шептать сразу в оба уха. «Ты чего из себя буду строишь? Давай лучше подумаем о том, что в твоей жизни нет смысла». Осознав, что сходу медитировать не получится, я начала просто выбираться на природу. Часами смотрела, как течет река, горит огонь, не раскачиваются деревья. Пыталась очистить ум от мысли о работе, быте, будущем, которое так пугало. Постепенно мне становилось легче, а со временем я научилась впадать в состояние недуманья, глядя в окно или моя посуду. И поняла, что медитация – это о спокойствии внутри, а не о сложных техниках уровня шаолиня. Так что медитация мне очень сильно помогла в борьбе с депрессией. С решением проблемы депрессии мне помог мой сын. Мне надо было вставать каждый день хотя бы потому, что ему было всего 2,5 года, и он не мог сам о себе позаботиться. Я поняла, что мне совсем хреново, когда однажды он подбежал ко мне с игрушечной машинкой, а у меня не было сил, чтобы хотя бы выдавить из себя. Ой, какая у тебя машинка красивая. Я стала посещать психотерапевта, и на первом же приеме он посоветовал мне завести журнал для записи всего хорошего, что со мной произошло за день. На протяжении 30 страниц я писала одно и то же. Сделала завтрак себе и сыну. Потом добавила «Оделась». Две тетрадки спустя у меня появились фразы. Подумала о том, чтобы сделать домашние дела. Позже «Сделала домашние дела». И так далее. Может, кому-то это будет смешно, но у меня когда-то действительно не было никаких сил даже на то, чтобы сменить халаты, тапочки на нормальную одежду. Моему сыну уже 9, я выздоровела, но иногда у меня все же бывают плохие дни. Я все еще веду дневники. Если у вас тяжелая или средне-тяжелая депрессия, скорее всего, психиатры назначат вам медикаменты. Никто не может заставить вас принимать лекарства насильно, но лучше не игнорировать рекомендации врача. Не стоит бояться, что антидепрессанты изменят вашу личность или вызовут зависимость. Поэтому не отказывайтесь от приема лекарств. Меня вытащила астрономия. Осознание того, что вселенная так велика, что шансы родиться на нашей планете ничтожно малы, но я родился и живу. Для чего? Может, чтобы просто быть? Депрессия у меня развилась из-за того, что я не стал тем, кем бы хотел себя видеть. Все люди живут, чтобы найти смысл, но что, если просто твое существование и есть смысл? Из всех планет во всей громадной вселенной ты родился именно там, где существует разумная жизнь. Изучение космоса также изменило мое отношение к религии. Меня учили, что я должен прожить хорошую жизнь, чтобы вложить сидящего на небе мужика. Но из-за астрономии я стал видеть жизнь иначе. Бог – это вселенная. Он создал сам себя и создал нас. Не для какой-то высшей цели, а просто, чтобы мы жили. Не надо из кожи вон лезть, чтобы стать совершенным человеком и попасть в рай. Мы уже живем в раю, ничего другого у нас нет. Я не хочу пропускать эту жизнь ради следующей жизни. Мне это тоже помогло. Иногда я ненавижу свою жизнь. Иногда у меня нет энергии абсолютно ни на что, и мне не хочется даже смотреть телек и играть в видеоигры. Иногда я просто не понимаю, зачем я живу. В такие моменты я стараюсь думать о том, насколько мне повезло родиться на этом шарике, летящем в космосе. А если у меня неудачи на работе, из-за которых я накручиваю себя и загоняю в депрессию, то я думаю о том, насколько все проблемы человечества ничтожны в масштабе вселенной. Так моя проблема, раздутая мной до колоссальных размеров, становится незначительной. Когда я впала в депрессию, то друзья посоветовали начать заниматься спортом. Идти в спортзал было страшно. Фишка тревожности. Кажется, будто все вокруг на тебя смотрят и презирают. Бегать я не люблю, оставались домашние занятия. Я установила приложение для выполнения планки, накачала видеоуроков и лежала на ковре, думая о чем-то печальном. А потом случилось обострение. Как-то раз, плача на полу, я вдруг начала отжиматься. Врач объяснил, что это была реакцией организма на стресс. Постепенно у меня выработался рефлекс. Если плохо, отжимайся. Позже я вспомнила занятия в группе по йоге и до сих пор занимаюсь дома 3 раза в неделю. Потому что тренировки действительно помогают. В первую очередь необходимо определить, что именно причинает вам душевную боль. Источником стресса может быть что угодно. Чрезмерно напряженная работа, семейные неурядицы, начальник самодур, недружелюбные коллеги, токсичный приятель. Второй шаг – постараться вытащить эту занозу. Подумайте, как вы можете изменить ситуацию. Конечно, уйти от мужа тирана или уволиться с работы нелегко. Но это гораздо легче, чем провести всю жизнь в тоске и тревоге. Не нужно резких движений. Просто сядьте, обдумайте все как следует и составьте максимально подробный план своего спасения. Пусть даже вы не сразу решитесь его реализовать. Первые шаги сделаны, и уже одно это принесет вам облегчение. Я составил себе расписание маленьких дел. Прочитать одну страницу книги, рисовать 10 минут, сделать 5-минутную зарядку и так далее. А еще важно не быть одному, когда тебе особенно плохо, и не стесняться пойти к врачу и принимать антидепрессанты. Меня вытаскивает из кровати прогулка с моим племянником. Когда он протягивает мне собранные им в парке цветы, а потом тычет пальцем в пролетающие по небу самолеты, у меня появляется надежда. Как будто бы я смотрю на мир его глазами, и этот мир полон радости. Депрессия отнимает очень много сил, поэтому постарайтесь оставить в списке дел только самое важное. То, от чего зависит ваша или чья-то жизнь. А остальное вычеркнуть. Отмените встречи, которые лишают вас сил. Откажитесь от необязательной подработки. Попросите близких взять на себя домашние хлопоты. Оставшиеся дела разбейте на очень маленькие шаги. Пусть открыть почту, прочитать сообщения от клиента, уточнить информацию, написать ответ, отправить письмо, будут пятью разными задачами. Хвалите себя за каждый выполненный пункт. Сейчас любое действие для вас – настоящая победа. Попробуйте по вечерам составлять четкий и подробный план на следующий день. Тогда с утра вам не придется нагружать мозг лишней работой. Нужно будет просто следовать инструкции. К тому же, планирование само по себе успокаивает нервную систему. Идея отвлечься от депрессии с помощью искусства мне сразу понравилась. Я представляла, как покупаю картину по номерам, валяю из шерсти милых енотиков и дописываю роман, за который мне дают пулицеровскую премию авансом. Но поначалу все мои порывы закончились просмотром обучающих роликов в интернете. Месяцами я проходила стадии отрицания, гнева и торга, пока не нашла в шкафу старый выжигатель и не начала делать простые узоры по дереву. Я не считаю, что достигла супер-успеха, но сам процесс меня затягивал. Два, три, а то и четыре часа подряд я сидела и выжигала, не думая о том, какое я ничтожество. Это действительно помогло выбраться из депрессии. Ограничьте общение с людьми, которые словно высасывают из вас энергию, но оставьте вокруг себя тех, с кем вам хорошо и кто может поддержать морально. Кстати, это не всегда друзья или родные. Облегчение может принести общение в онлайн-группе, где люди делятся своими способами справиться с депрессией. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из восьми слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok